Глисты – проблема, от которой страдают не только дети, а последствия заражения этими и другими паразитами губительны для всего организма. Учитывая простоту заражения ими, вопрос лечения глистных инвазий надежно и безопасно актуален для людей всех возрастов. Сегодня мы расскажем, как решить эту проблему при помощи одного натурального продукта. Почему появляются глисты? Что указывает на их возникновение? Какой вред они наносят организму? Как избавиться от глистов? Почему появляются глисты? Причины появления паразитов разнообразны и зависят от их конкретного типа. Вот некоторые наиболее распространенные причины заражения этими паразитами. Неправильно приготовленное или недостаточно обработанное мясо, сырые и недоваренные продукты, а также загрязненная вода могут содержать яйца или цисты паразитов. Взаимодействие с инфицированными животными, особенно домашними питомцами, также представляет риск заражения глистами. Например, дети, играющие на улице или в песочнице, могут случайно попасть в контакт с глистами, которые присутствуют в земле или внешней среде. Нарушение правил личной гигиены способствует передаче глистов и других паразитов. Например, при попадании яиц паразитов на руки, они могут передаться в организм при прикосновении к рту или пище. Жизнь в грязных условиях повышает вероятность заражения глистами. Например, паразиты могут присутствовать на загрязненных предметах или поверхностях и передаваться через контакт с ними. Во время поездок в регионы с широким распространением определенных видов паразитов существует особый риск заражения. Некоторые паразитические инфекции в таких регионах являются эндемичными и могут передаваться через воду, почву или насекомых. Какой вред они наносят? Паразиты могут вызывать различные заболевания у людей и животных. Среди наиболее распространенных болезней – малярия, лямблиоз, трихинелиоз, токсимоплазмоз и эхинококос. Глисты также могут нанести значительный вред организму человека. Во-первых, они способны проникать в кишечник и прикрепляться к его стенкам или перемещаться по нему, вызывая раздражение и воспаление кишечника. Это проявляется болью в животе, диареей или запором. Во-вторых, глисты питаются пищей, которую употребляет человек и поглощают питательные вещества из его пищеварительной системы. Это может привести к недостатку необходимых витаминов и микроэлементов у хозяина, что в свою очередь может вызвать слабость, истощение и другие проблемы со здоровьем. В-третьих, некоторые глисты выделяют в организм своих хозяев различные токсины и отходы, что вызывает общую интоксикацию организма, сопровождающуюся ощущением усталости, раздражительности и головной боли. В-четвертых, эти паразиты являются причиной развития аллергии у своих хозяев. Ответ организма на этот раздражитель проявляется в виде зуда, высыпаний, кожных проблем и даже астматических приступов. Пятое последствие паразитирования глистов на человеке – перенос патогенных микроорганизмов, таких как бактерии или вирусы. Это может способствовать распространению инфекций в организме человека и усложнять лечение хронических болезней. Что указывает на наличие глистов? Симптомы заражения глистами у человека могут варьироваться в зависимости от степени заражения и индивидуальных особенностей организма. Вот некоторые общие признаки наличия глистов. Боли в животе. Они бывают разными по характеру, от судорожных до простого дискомфорта в области живота. Глисты могут вызывать нарушение нормального функционирования кишечника, что выражается диареей или, наоборот, запорами. Заражение глистами приводит к неправильному усвоению пищи, что вызывает частые вздутия, изжогу и другие симптомы, связанные с пищеварением. Потеря или изменение аппетита. У некоторых людей глисты могут вызывать повышенный аппетит, в то время как у других наблюдается потеря интереса к еде. Утомляемость и слабость в результате поглощения глистами питательных веществ и ухудшения общего состояния организма. Некоторые люди с глистной инфекцией могут испытывать повышенную раздражительность, изменение настроения и нервозность. Также глисты становятся частой причиной потери веса без видимых причин. Важно отметить, что симптомы глистов могут быть неспецифичными и перекрываться симптомами других заболеваний. Как избавиться от глистов? Природа подарила нам простое, но очень эффективное средство избавления от глистов – тыквенные семечки. О способности этого продукта гнать паразитов известно многим. Но далеко не все знают, что повысить его эффективность можно, если приготовите семечек сливки или сметану, как еще называют этот продукт. Для этого нужно взять большую горсть семечек и стакан воды. Смешайте ингредиенты в блендере и измельчите в течение двух минут. Вы получите густой однородный напиток, который богат белком и эль-аргинином. По своим свойствам это не только противоглистный препарат, но и тонизирующие средства, укрепляющие иммунитет и даже противодействующие накоплению поврежденных клеток, которые могут вызывать рак. Употреблять стыквенные сливки нужно натощак, не спеша, в течение 15 минут. После этого хотя бы в течение часа ничего не пить и не есть. А вы пользовались таким способом борьбы с глистами? Какие еще эффективные методы можете посоветовать? Интересен ли вам наш канал? Подписавшись на него, вы всегда будете в курсе новых полезных видео о здоровье. А мы, видя ваш интерес, будем стараться выпускать их как можно чаще.